Я не просто как все остальные, я сильнее, я умнее, я лучше! Давайте просто признаем это, управление рестораном самая стрессовая работа в мире, будь то элитное заведение или задрыпанная хрючевальня. Любой, кто хоть день работал в сфере общественного питания знает, ммм, кухню изнутри. И медведь реалистично отражает атмосферу, которая царит в этой сфере. Хотя это и звучит пугающе, но секретный ингредиент помогает зрителям пережить неприятные моменты – это коллектив. Персонал ресторана работает как одна семья, что иногда только усиливает напряжение, тем не менее узы, образовавшиеся между героями, заставляют их возвращаться на работу. Плюс страсть кулинарии, недооцененный Джереми Аллен Уайт возглавляет этот интересный кухонный коллектив, а Айо Эдебери играет просто звездную роль. Это комедийный сериал, но любой учитель государственной школы знает проблемы, которые тут затрагиваются, а именно недостаток финансирования и уважения. Мы не знаем, убедит ли этот ситком власть имущих платить учителям столько, сколько они заслуживают, однако возможно он заставит учеников, как нынешних, так и бывших, по-новому взглянуть на своих учителей. Вырастая, мы часто воспринимаем взрослых в нашей жизни как должное, не понимая, что им приходится терпеть. Мы можем оценить заслуги наших родителей, но об учителях, которые помогли нам сформироваться, обычно забываем. Начальная школа Эбботт – это благодарность Квинт и Брансон учителям. Возможно, сериал даже вдохновит вас позвонить педагогу, который оказал на вас большее влияние, чем вы думаете. Номер восемь. Выбывшая. После «Дрянных девчонок» Аманда Сейфрид стала признанной звездой, но ее актерский потенциал не получил достаточного внимания в прошлом. Похоже, ситуация изменилась благодаря ее роли Элизабет Холмс, получившей премию Эмми. Сейчас как никогда раньше люди убеждаются, что их кумиры не всегда такие, какими кажутся. Многие хотели, чтобы Холмс соответствовала своему публичному образу, и поэтому было особенно больно, когда правда всплыла наружу. Возможно, за этим обманом, взлетом и падением Холмс стояли благие намерения. Но даже если это так, жадность и власть победили, и Холмс зарылась еще глубже, а ее голос постепенно затих. Сериал «Выбывшая» — это жесткое, но честное жизнеописание небезупречной главной героини и тех, на кого она повлияла. Номер семь. «Белый лотос» — второй сезон. Получивший Эмми, проект Майка Уайта оказалось закончиться на первом сезоне. Однако, подобно настоящему детективу и большой маленькой лжи, HBO не смог удержаться от второго раунда после своего успеха. В то время как два других сериала пытались поддерживать динамику своих первых сезонов, «Белый лотос», «Сицилия», пожалуй, превзошел своего предшественника. Помимо смены обстановки, в этом сезоне также сменился актерский состав, кроме Дженнифер Кулич, которая вернулась в роли Тани. Трудно выбрать, кто лучше — Валентина, Сабрины, Импочиаторе, Порша, Хейлилу, Ричардсон, Дафна, Меган Фахи или Харпер, Обри Плазы. Этот жутко развлекательный сезон сбалансировал темный юмор, экзотические места и тайны убийства. Неизвестно, куда Уайт поведет этот онтологический сериал дальше, но он определенно стоит внимания. Номер шесть, «Пацаны», третий сезон. «Пацаны» остается лучшим супергеройским сериалом на ТВ. Это также лучшая политическая сатира. Любите ли вы или ненавидите Хомлендера, ни один актер не выдает такую игру, как Энтони Старт, ну за исключением, может быть, Дженсона Эклза в роли солдатика. Какими бы чудовищными ни были эти так называемые герои, этот сезон также показал самую темную сторону человечества в целом. Даже когда чистое зло смотрит на толпу, люди могут продолжать поддерживать его, пока будут уверены, что находятся в команде победителей. Остается спросить, как далеко должно зайти общество, чтобы все сказали «хватит». Для многих этой черты не существует. А если и существует, то что может помешать неудержимой силе пересечь ее? Всякий раз, когда переосмысливают классику, это всегда сопряжено с определенным уровнем скептицизма. Результаты могут быть особенно неожиданными, если в кресле режиссера Тим Бертон. К счастью, Уэнсдэй снята в лучших традициях бертоновских работ конца 80-х – начала 90-х годов. В те времена он был безупречен, и в результате получилось яркое шоу. Если Бертону удалось передать мрачную атмосферу семейки Адамс, то создатели Альфред Гофф и Майлз Миллер точно передают характер Уэнсдэй. Дженна Ортега мастерски использует в этой роли искусство сарказма и в то же время открывает новые слои этого культового персонажа. Сериал чтит прошлое, а Кристина Ричи вернулась в роли второго плана, но при этом исследует новые идеи, динамику и обстановку. Это просто лучшее воплощение, которое мы видели со времен семейки Адамс, и оно успешно справляется со своими задачами там, где большинство других перезагрузок провалилось. Номер 4. Разделение. Первый сезон. Сериал Разделение был описан как остаться в живых, если бы дело происходило в офисе. Это броская фраза, но она и близко не отражает того, что делает этот сериал таким увлекательным. Спасибо за просмотр! Сериал Для сотрудников низшего звена в Ламон Индастрис жизнь буквально делится пополам. Это звучит заманчиво для тех, кто хочет избежать проблем по другую сторону офиса, однако пока внутренние и внешние не найдут способ сосуществовать, они никогда не станут полноценными. Номер 3. Дом Дракона. Первый сезон. Как же хорошо вернуться в Семь Королевств. Приквел Этот приквел, действие которого происходит за 172 года до появления Дейенерис, создан из той же ткани, что и Игра Престолов. Но Дом Дракона парит в самостоятельном рискованном полете, и риски с лихвой окупаются. Многие герои вводятся в сериал только для того, чтобы через несколько эпизодов их заменили. К счастью, благодаря прекрасному ансамблю, каждый скачок в развитии персонажей воспринимается естественно. Некоторые из них вызывают больше симпатии, чем другие, но несколько центральных фигур находятся в серой или зелено-черной моральной зоне. В эту минуту вы можете быть в команде Алисенты, а в следующую — на стороне команды Рейниры. Выбор с стороны почти тривиален, поскольку гражданская война неизбежно закончится плохо для всех. Тем не менее, трудно остаться в стороне. Номер два. Очень странные дела. Сезон 4А и 4Б. Выводя действия за пределы Хоукинса и изнанки, четвертый сезон стал самым масштабным и амбициозным для этого сериала. Ты чувствуешь, что ты потеряешь свою голову? При расширении масштабов всегда есть риск перегруженности, особенно с таким количеством персонажей. Однако шоураннеры знают, как сбалансировать этот ансамбль. Нет ни одного персонажа, встречи с которым мы не ожидали бы с нетерпением. Каждый раз, когда мы начинаем скучать по кому-то, он возвращается в эпической манере. Даже такие новички, как Эдди, Аргайл и Векна, вписываются в коллектив так естественно, что кажется, будто они были здесь с самого начала. Растущий актерский состав дополняет все более расширяющийся мир и мифология, а качество производства также вышло на новый уровень. Что бы ни ждало нас в пятом и последнем сезоне, нам уже не терпится увидеть это. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько почетных упоминаний. Миротворец. Первый сезон. Самая вкусная супергеройская комедия на телевидении. Миротворец. Это мой друг, Гуд Чейз. Миротворец. 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 Патинка. Первый сезон. Семейная драма огромного масштаба. Барри. Третий сезон. Комедия и трагедия редко так красиво переплетаются. Мы не говорим о том, что мы говорим! Мы не говорим о том, что мы говорим! Если я не делаю, то я не живу! Миротворец. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Лучше звоните Солу. Сезоны 6А и 6Б. Возможно, Лучше звоните Солу был более затянутым, чем во все тяжкие, но результаты были не менее впечатляющими. Я никогда не вернулся на тебя. Я никогда не вернулся на тебя. Я никогда не вернулся на тебя. Я только работал с тобой в десерте. Я был на твоей стороне все время. С самого начала сериала больше всего вопросов вызывали Джимми и Ким. К концу проекта загадка, окружающая этих двоих, заключается не столько в том, выживут ли они, сколько в том, что станет с ними дальше. В финале, который наверняка станет одним из лучших в истории, Джимми сталкивается с тем, кто он есть и кто для него важнее всего. За юридической и криминальной драмой всегда скрывалась горько-сладкая история любви. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Продолжение следует.